АЛЬМЕТИСК Ни копейкой меньше. Альметьевские перевозчики просят установить тариф на поездку в городском транспорте в 20 рублей. Собестоимость перевозки на троллейбусе составляет 20 рублей 40 копеек. Сладкое, вкусное, сочное. В Нефтеграде полным ходом идет сбор клубничного урожая. В день мы убираем больше 200 ящиков. Сырость, плесень и мокрицы. Жители Нижней Мактамы обратились за помощью в нашу телекомпанию. Все откачаем, но все равно это ничего не делают. Это только обещание. Единороссы Татарстана обсудили предвыборную кампанию и предстоящие задачи. Более тысячи партийцев из районов и городов республики приняли участие в расширенной конференции в Казани. Президент Рустам Мениханов заявил, команда Татарстана должна быть представлена в Госдуме России как наиболее влиятельная и представительная. Какие задачи планируют решать кандидаты в депутаты от Единой России в материале наших коллег. Татарстану есть чем поделиться и речь об уникальном опыте. Самый инвестиционно привлекательный регион, лидер в инновациях, эффективных решениях в экономике и социальной сфере. Задача команды Татарстана в Госдуме России – транслировать опыт республики на федеральном уровне. Кстати, при составлении избирательной программы единороссов были учтены многие предложения о Татарстане. Очень важно, чтобы мы полностью сохранили все социальные обязательства. Всего сегодня реализуются более 30 программ, многие из них уникальны. Развивается социальная ипотека, активно строятся сельские клубы, спортивные объекты, фельдшерско-акушерские и ветеринарные пункты. Решается вопрос обеспечения питьевой водой. Реализуется комплекс мер по поддержке фермерских хозяйств и подворий. На расширенной конференции в Казани единороссы республики обсудили предвыборную кампанию и конкретные задачи. В команде кандидатов у каждого свой участок работы. Так депутат Госдумы нынешнего созыва Айрат Хайрулин выступает в защиту интересов сельчан и развития сельского хозяйства. Чем больше государство поддерживает сельское хозяйство, тем на самом деле лучше для горожан. Потому что продовольствия будет больше, оно будет более качественное и оно будет более доступное по низким ценам. Принятая в Москве программа «Единой России» будет адаптироваться к каждому округу. Развитие экономики, импортозамещение, здравоохранение – немало внимания планируют уделить и развитию малого и среднего бизнеса. 25% – это примерно доля малого и среднего бизнеса. Президент ставит нам задачу, чтобы эта доля была доведена до 35. За счет чего? За счет инфраструктурных проектов, за счет того, чтобы малый бизнес работал там, в том числе там, где есть монополии на субподрядах, в том числе там, где есть строительство новых объектов. Как отметил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин, предвыборную кампанию «Единороссы» построят по принципу «от двери к двери». Личные встречи, наказы от населения и отчеты о проделанной работе. Голосовать будут за конкретных людей. Старт избирательной кампании в республике дан. Мы постараемся также открыто, гласно и уверенно провести эту избирательную кампанию. Конечно, как и любая политическая партия, ставим перед собой получение максимальной поддержки избирателями нашей программы, наших действий, слаженной, согласованной работы всех ветвей власти в республике Татарстан, которые приносят сегодня свои положительные, поддержанным населением результаты. «Единороссы» Татарстана планируют увеличить свое представительство в Госдуме России. Напомним, сегодня в Нижней Палате Парламента 13 представителей регионального отделения. А по решению недавнего партийного съезда в Москве, в этом году в избирательной кампании примут участие 20 кандидатов от Татарстана, в том числе 6 одномандатников. Напомним, возглавил региональный список «Единой России» президент республики Рустам Мениханов. Полина Кострицкая, Арат Мухамедзианов, Новости Татарстана. Альметьевские перевозчики обратились с письмом к главе муниципального района. В нем они просят установить тариф на поездку в городском транспорте в 20 рублей. Руководители АПАПАД и троллейбусного управления напоминают, что цены на перевозку пассажиров в Альметьевске не менялись с 2012 года и приводят внушительные цифры собственных убытков. Своевременное повышение тарифа позволит стабилизировать финансовую ситуацию наших предприятий и качественно улучшить оказание транспортных услуг населению, отмечается в письме. Более 13 миллионов рублей и таков общий убыток АПАД и троллейбусного управления за 5 месяцев этого года. 14,5 миллионов в прошлом году. В письме главе района руководители предприятий общественного транспорта называют повышение тарифов вынужденной мерой. Тариф у нас с 2011 года не менялся, но на сегодняшний день рост цен также на электроэнергию, на ГСМ в разы поднялся. И на сегодняшний день у нас себестоимость перевозки на троллейбусе составляет 20 рублей 40 копеек. На автобусе, если мы обслуживаем микрорайон Текснаб, социально значимый маршрут, 42 рубля себестоимость одного пассажира перевозки. С просьбой о повышении тарифа перевозчики обратились в Тарифный комитет республики в конце прошлого года. Постановление было принято. Именно на него и ссылаются в своем письме перевозчики. Тогда же, в 2015 году, руководство района уже помогало убыточным предприятиям. Альмитевскому троллейбусному управлению было выделено 13 миллионов рублей из бюджета республики. И еще более 700 тысяч рублей в первом квартале этого года. Но предприятие это не спасает. Убыток за пять месяцев этого года составляет 10 миллионов рублей. Убыток АПАТА – 3,5 миллиона. Новые тарифы позволили бы не только покрыть убытки, но и инвестировать в развитие транспорта, обновить технику и выпускать на линии больше автобусов и троллейбусов. Если тарифы останутся на прежнем уровне, надеяться не на что, говорят перевозчики. Дальнейшие предприятия уже будут просто остановлены. Действие предприятия будет парализовано. Вопрос находится на рассмотрении руководства района. Эдуард Прокопьев, Ильдар Гемаев, Альмитевск ТВ. И к другим темам. Наступила самая сладкая ягодная пора. Уже второй сезон альмитевцы имеют возможность наслаждаться вкусом клубники местного производства. Эту ароматную, любимую многими продукцию научились выращивать в промышленных объемах нашей аграрии. Клубника – это товар, всегда востребованный покупателями. Особенно теперь, когда огородов у горожан осталось совсем мало. На ягодной плантации в селе Ямаш полным уходом идет сбор урожая. С 20 гектаров в день собирают по 10-12 тонн ягод. Погода для клубники в этом году подходит идеально, говорят агрономы. Но все же нехватка влаги чувствуется, поэтому организован капельный полив. Метровая ширина между рядами застелена соломой, так чтобы ягоды не гнили и оставались чистыми. Рассада называется фрига. Это специально выращенная в Италии рассада. У нас здесь на поле посажены 4 сорта. Одна из них ремонтантная и 3 ранние сорта. Это онда, мармолада и гляри. Ну, они все прижились примерно одинаково. У нас приживается на уровне 95%. На плантации задействовано порядка 200 человек. Большинство сборщиков из самого села Ямаш. Подрабатывают также школьники, студенты, пенсионеры. С 4 утра до обеда они собирают ягоды, а остальное время занимаются подкормкой клубники. В день мы набираем больше 200 ящиков. Ну, смотря когда, в какой день сбор. Бывает мало ягод, меньше бывает собираем. Бывает очень много, когда уж и народу много, и соберем, значит, больше. Работают все активно, хорошо. Здесь же поспевает и малина на 15 гектарах. Но в этом году урожая будет мало, отмечают специалисты. Малина еще молодая и только приживается. Также в этом году на плантации начнут закладывать новый сад. На 106 гектарах земли посадят черную смородину. Стоит отметить, что в Альметьевске есть и фермеры, пробующие свои силы в этой сфере бизнеса. Среди них жители села Новая Надырова Ренат Азизов, выращивающий клубнику на полутора гектарах своих угодий. Эдуард Рокопьев, Алсуга Таулина, Ильдар Гимаев, Альметьевск ТВ. Сельхозпредприятия района страдают от нехватки рабочих рук, а жители сел и деревень встают на учет по безработице. Чтобы помочь и тем, и другим, Центр занятости регулярно проводит ярмарки-вакансии для сельчан. На очередной из них побывала наш корреспондент Алена Минкина. Посетители ярмарки смогли ознакомиться с вакансиями, встретиться с работодателями и поговорить с ними о трудоустройстве. А поговорить действительно есть о чем. Главное, чтобы сторонам удалось заинтересовать друг друга. Для этого Центр занятости населения ежегодно проводит ярмарку-вакансии сельхозпроизводителями и главными поселениями. Цель нашей ярмарки – это как раз начинается уборочная страда. Это выбрать для сельхозпроизводителей, комбайнеров, трактористов и других профессий, чтобы провести удачные полевые уборочные работы. Работа в аграрном секторе есть разная – и сезонная, и постоянная. Конечно, труд – это непростой. Но постоянная занятость и стабильная зарплата – для многих привлекательнее пособие по безработице. У нас на сегодняшний день 57 вакансий. Я думаю, что хотя бы 50% этого на сегодняшний день, если это разустроит, это нам хватит на сегодняшний день. Выбор предлагаемых вакансий широк – электрики, трактористы, доярки и другие. Заработная плата напрямую зависит от опыта соискателя. Наша организация первый раз участвует в ярмарке. Очень интересно, хотелось бы участвовать. У нас довольно-таки обширные 5 вакансий. То есть хотелось бы набрать опытных людей, посмотреть, себя показать. Острую потребность в кадрах испытывают многие сельскохозяйственные предприятия района. И в то же время на учете по безработице стоят 263 жителей сельской местности. Это четверть от общего числа всех безработных. Алена Минкина, Ильдар Гемаев, Альметиск ТВ. Жительница поселка городского типа Нижняя Мактама обратилась за помощью в нашу телекомпанию. Женщина пожаловалась, что в подвале постоянно скапливается канализация. В ее квартире на первом этаже сырость и плесень, от которых заводятся мокрицы. Решить проблему жильцам не удается, несмотря на постоянное обращение в соответствующие службы. Попробовала разобраться в ситуации и наша съемочная группа. Жители первого этажа многоквартирного дома номер 100 по улице Советская в Нижнем Актаме бьют тревогу. Они круглый год борются с сыростью, плесенью и неприятным запахом в своих квартирах. Вот у меня двое маленьких детей. И вот у нас такая плесень, и дети дышат этим плесеньем, постоянно болеют, не прекращают болеть. К приезду съемочной группы жители подготовились. Открыли подвал, принеси резиновые сапоги для нашего оператора. Не зря, вода стоит как минимум по щиколотку. Проверять глубину дальше мы не стали. Судя по следам на бетонной стене, вода накопилась не вчера, а держится уже достаточно долго. Решать проблему жители стараются коллективно. Как говорится, бьют во все колокола. Кто-то звонит в департамент Джекахан, кто-то обращается в ЖЭО «Комфорт», кто-то держит связь с прессой. Уж очень они хотят, чтобы их кто-нибудь услышал. Да, я обращалась в ЖЭО «Комфорт». Мне сказали, все поменяем, все устраним, все откачаем, но все равно это ничего не делают. И только обещание. И это, чтобы вот это все воду откачали, высушили, поменяли, поставили нас на капитальный ремонт. И трубы поменяли, клинизации поменяли. Как говорится, взяли под контроль наш дом. И как мы сюда въехали, до сих пор у нас вода в подвале. Не кончается кумилизация, забиваются трубы. Когда холодно, зима, вода поднимается, туалетом воняет дома. Невозможно. У нас маленькие дети у всех здесь на первом этаже. И мы вот этим дышим всем. Жители утверждают, что дом давно требует капитального ремонта. Здесь необходимо менять всю канализационную систему. Пока мы общались с жителями, подъехал глава Нижней Мактамы. Обещаю жителям, что этот вопрос до отопительного сезона, до начала отопительного сезона, мы, конечно же, решим вопрос. Опять же, обратимся в этот канал и дополнительно пригласим, если они не уверены в том, что это их не проблема, комиссионно пригласим. Они почему-то временные меры только принимают. Но, может быть, они, наверное, в какой-то себе в календарный план включили. Мы разберемся это. Я говорю, в течение одного-двух месяцев этот вопрос решим. В водоканале нам сообщили, что промывка труб и откачка канализации из подвала проводились здесь буквально на днях. Хотя жители доказывают обратное. Прокомментировать ситуацию на камеру специалисты предприятия «Альметьевский водоканал» отказались. Мы будем следить за развитием событий. Аса Гутаулина, Ирик Хабибуллин, Альметьевск ТВ. Расширение сети по технологии оптика в дом, беспроводного доступа по Wi-Fi, развитие рынка мобильной связи. Эти и другие задачи ставит перед собой компания ТАТ-Телеком. Четыре года назад компания вышла на рынок мобильной связи республики пятым оператором. И уже сегодня ТАТ-Телеком обладает самым большим покрытием сети 4G на территории Татарстана. И если федеральные операторы покрывают преимущественно крупные города, то ТАТ-Телеком обеспечивает покрытие и в сельских населенных пунктах. Что нового и полезного готовит компания для жителей нашего района, расскажет корреспондент. Альметьевский зональный узел электросвязи является одним из пяти филиалов компании ТАТ-Телеком. В зону обслуживания филиала входят 17 городов и районов Закамской зоны республики. Они оказывают целый спектр телекоммуникационных услуг. Это и доступ к сети интернет по различным технологиям, и услуги кабельного цифрового телевидения, и традиционная телефония. С недавних пор компания ТАТ-Телеком стала еще и оператором сотовой связи. Развитие рынка движется в сторону мобильных устройств, и в основном в сторону мобильного интернета, в сторону мобильной телефонии. И в связи с этим мы это направление сейчас стремительно развиваем. За буквально последние два года мы построили 1100 базовых станций в республике, в том числе по Альметьевскому муниципальному району 48 базовых станций. Развитие сети мобильной связи продолжается. В первом полугодии этого года она была запущена в селе Кузайкино. В планах на второе полугодие расширить ее в пяти сельских поселениях Альметьевского района. Надо отметить, что такие высокие темпы строительства базовых станций не показывал еще ни один оператор мобильной связи в России. И сейчас мы уже имеем такие показатели, если мы в прошлом году имели менее 1% рынка по Альметьевскому муниципальному району, по республике, то сейчас мы вышли на 4% и к концу года мы точно выйдем на 7% и более. И в ближайшее время наша задача прийти к 20-30% рынка. Необходимо отметить и запуск нового тарифного плана «Тариф номер 1». Тариф номер 1 – это не только безлимитный 4G интернет, но и 300 минут звонков на все телефоны Татарстана и России всего за 6 рублей в сутки. Новый тарифный план создан для активных пользователей мобильного интернета на смартфоне и отлично подходит для использования в качестве основной сим-карты. В целом, в течение 2016 года компания «Таттелеком» планирует инвестировать в развитие телекоммуникационной инфраструктуры района более 30 миллионов рублей. Радик Рахимов, Алсуга Таулина, Илька Махмедзянов, Альметьевск ТВ. Это все новости на сегодня. Мы напоминаем, что телекомпания «Альметьевск ТВ» проводит фотоконкурс «Мое лето». Пришлите ваши фотографии в одной из номинаций. «Морское путешествие», «Солнечные каникулы», «Мой отпуск», «Восадули в огороде», «Вот моя деревня», «Я люблю Альметьевск». Положение о конкурсе и бланк заявки вы найдете на сайте телекомпании и в нашей группе ВКонтакте. Торопитесь, время приема заявок ограничено, победители ожидают призы. А прямо сейчас Диана Янтимирова ознакомит вас с прогнозом погоды на пятницу. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин